Врачи проблемы питания не знают, не понимают, пациентам диетические рекомендации не дают. А это же ведь та база, которая определяет лечение любого заболевания, профилактику любого заболевания. И сегодня есть понятие физиологическое питание, когда мы говорим о влиянии питания на здоровье. То есть это удовлетворение всех физиологических потребностей. Но этого мало для профилактики. И появилось понятие здоровое питание. Куда физиологическое питание входит как составной компонент, но это фортифицированное, усиленное питание, которое направлено на профилактику различных заболеваний. И посмотрите, ведь это имеет отношение не только к раку. Это имеет отношение к 75% неинфекционных заболеваний, которые болеет современный человек. И питание, главный фактор риска, неправильное питание и главная мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, метаболического синдрома, остеопороза, вторичных иммунодефицитов, которые приводят к инфекционным заболеваниям. Вот поэтому вот это 75% неинфекционной патологии человека, главную роль играет питание. Поэтому сегодня есть консенсусы. Я и за рубежом, и в нашей стране стараюсь посещать эти конференции, они чуть ли не каждый день проходят. Есть диетические рекомендации по профилактике онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых, ожирения, сахарного диабета, остеопороза, вторичных иммунодефицитов. Есть интегральные диетические рекомендации. Я в университете ЭТМО читаю лекции по питанию, я совмещаю там профессор мегафакультета пищевых биотехнологий и инженерии. Вот там вот это я читаю русским и иностранным студентам. То есть это колоссальная проблема. И по моему опыту не знают врачи об этом. Вот приходят ко мне пациенты и говорят, я своему лещевому врачу задал вопрос, как мне питаться для профилактики рака. Он надо мной посмеялся и сказал, да ерунда это полная, есть и что хотите, есть и как хотите, никакого отношения к раку не имеет. Если бы это мне одна пациентка говорила, мне это многие говорят, я веду амбулаторный прием. Пирамида здорового питания, общечеловеческая. На первом месте цельнозерновые продукты, 10-12 порций в день. Порция это не раз в день, как неправильно переводится с английского, а количество. Одна картофелина, один кусочек хлеба, пол чашки, они все чашками измеряют каши какой-то. Все-таки основной энергетический субстрат в нашем организме глюкоза. Но это дал, так как в трубях злаковых содержатся основные биологически активные микронутриенты, это должны быть цельнозерновые продукты. Чуть поменьше, 8-10 порций в день разнообразные овощи и фрукты. Ну это то, что мы называем гарниром, кулинар, кулинария у всех стран разное. С каждым приемом пищи цельнозерновые продукты и примерно столько же разнообразной растительной пищи. Третий этаж. Морепродукты, мясные продукты, кисломолочные продукты. В идеале лучше бы это были только морепродукты. Но это не с каждым приемом пищи. То есть ежедневно что-то из этого надо включать в свое меню. И четвертый этаж. Это одна порция, не более одной порции в неделю. Это алкоголь, это все сладкое, это все жирное, в том числе все растительные масла. Все растительные масла, жить вредно от этого умирает, вредны для нашего организма. За исключением льняного масла и оливкового масла. Вот поэтому не чаще одного раза в неделю. Большинство людей так не питается. Это предмет социальной рекламы. Пирамида здорового питания. Большинство наших людей об этом не слышали. Но вот я не буду спрашивать у вас. Но иногда я у врачей спрашиваю. Вот какой раз вы видите пирамиду здорового питания? Вот вы какой раз видите пирамиду здорового питания? Все ее видели, да? Но мне врачи говорят, меньше половины поднимают руки, что они видят ее не первый раз. Ну, это теория, да. Но на самом деле, на самом деле, в мире существует два основных типа нарушения питания. Это так называемый Western Type Diet, да? Западный тип питания. Вот он здесь охарактеризован. Люди сейчас голодающих. Сейчас в мире нету, да? Если 25 лет 30 назад на одного толстяка приходилось 4 голодающих. Сейчас голодающая популяция. Это единичная популяция даже в африканских странах, в латиноамериканских, в азиатских. То есть люди сегодня могут себе позволить питаться, но они сразу начинают есть жирное, сладкое. Вот это так называемый западный тип питания. И второе, все-таки, у большинства людей денег не хватает. Это так называемое питание бедных. Монотонное употребление ежедневно какого-то одного продукта. Очень ограниченный ассортимент продуктов. Дефицит морепродуктов, полноценных мясных продуктов, молочных продуктов. И тоже вот целый ряд своих проблем, в том числе очень низкая продолжительность жизни. Но есть страны, где преобладает этот тип. Есть западный тип питания, преобладает в экономически развитых странах. Самый яркий пример США, да? Где, ну просто, когда их показывают, этих толстяков страшно становится. И это Макдональдс, да? Это же самый яркий успех в бизнесе, да? По нему курсы валют определяют. В 160 странах есть, в лучших местах в нашем городе, возле метро, везде Макдональдс, да? И вот этот KFC сейчас появился, да, вслед за ним. И что удивительно, там очереди. Кругом стоят различные ресторанчики, кафе. Там никого нет, а в Макдональдсе и KFC всегда очереди. Я специально иногда зайду, что-нибудь там попробую. В очереди стоишь, да? Зайдите в любой другой ресторан. То есть, вот американцы, чего миру принесли, да? Пожалуйста, пример. Есть там в Тихом океане один остров, где жили люди четвертой расы, полинезийцы. Их очень мало осталось. Это вот, например, австралийские аборигены. То есть, очень красивые люди, которых западная цивилизация полностью уничтожила. И вот они там жили, да? Средняя продолжительность жизни приближалась к 100 годам. У них не было зерна. Они питались овощами и морепродуктами. Остров небольшой, значит, вот рыба и другие морепродукты. И овощи они выращивали. И так как это субтропики, то собирали, значит, различные фрукты, которые росли в диком виде. По 100 лет жили люди. Появились там американцы. Они все грибут своим рукам. Появился там алкоголь. Они алкоголь тоже не знали, потому что зерно не выращивали. Значит, появился американский алкоголь. Появился Макдональдс. За одно поколение, 25 лет, 80% людей страдает ожирением. Сейчас среди них. И средняя продолжительность жизни меньше 50 лет. Вот, пожалуйста, да? Поэтому яркий пример, как влияет питание. И, кстати, вот это питание бедных и питание, западный тип питания, это одновременно присутствует иногда в одной семье, в одной и той же стране. Ну, в той же самой богатой стране мира, США, 60 миллионов людей. 60 миллионов людей получают государственные дотации на питание. И она вот по типу питания бедных. Основные пищевые факторы риска. Загрязнение канцерогенами, образование канцерогенов при приготовлении пищи, алкоголь, несбалансированное питание, избыток жира и калорий, недостаток продуктов, которые содержат натуральные антиканцерогенные вещества. Может быть, даже вот это сейчас основная проблема. Ожирение, гиподинамия – самые распространенные факторы риска рака различных локализаций, и не только. И посмотрите, в России сегодня каждый второй житель этим страдает. У каждого третьего ожирение. Мужской тип – это само по себе заболевание. Ну, не буду о нем долго говорить. И Всемирная организация здравоохранения с 2000 года бьет тревогу об эпидемии ожирения. Это является фактором риска основных локализаций злокачественных опухолей. И количество ожиревших становится все больше и больше. Это растет. Это растет эта патология. Ну, масса существует методов для определения нормальной массы тела. Вот наиболее распространен индекс Китле, когда масса тела в килограммах делится на квадрат роста в метрах. Только если этот показатель нормальный от 18,5 до 24,9, то дополнительных рисков нету. Вот, а чем выше или даже ниже, но ниже – это редко, это культ манекенщиц, но чем выше индекс Китле, тем выше риск онкологических и других заболеваний, тем ниже вероятная средняя продолжительность жизни. Я, как говорил, существует. Ну, я вот в своих работах, в своих книгах это даже описываю. Ну, по-моему, 12 или 15 рекомендаций по диетической профилактике рака. Скандинавские, Тихоокеанские, там, австралийские, когда я был в Австралии, там. То есть везде что-то свое. Азиатские существуют диетические рекомендации по профилактике рака. Но вот наиболее известные сегодня это рекомендации по диетической профилактике рака. За каждым словом стоит доказательная медицина. Это Всемирного фонда рака и Национального ракового института США. Это тоже предмет социальной рекламы. И, значит, посмотрите. Первое. Быть худым. Обычно в юности человек имеет нормальный вес. Даже если в 10-20% людей, детей страдают ожирением. Половое созревание вес становится нормальным. Если человек сохранил этот свой вес в течение всей жизни, за это надо бороться. То это диетическая рекомендация по профилактике рака. Физическая активность, тренирующая физическая активность, с учащением сердцебиения, с повышением частоты дыхания, с появлением пота, не меньше 30 минут ежедневно. Оптимально 60. В сутках-то всего 24 часа. Одно дело знать, другое все это дело. Какое это имеет отношение к профилактике рака? Казалось бы, никакого. К питанию вообще какое-то. Просто рекомендация по здоровому образу жизни. Самое прямое. Потому что знаете, что происходит? Во время тренирующих физических нагрузок расширяется капиллярная сеть. Улучшается усваиваемость на клеточном уровне пищевых веществ. Поэтому если человек не двигается, как бы он хорошо не питался, голод биологически активных макро- и микронутриентов. Поэтому не зря это в советское время называли зарядкой. Это нужно делать ежедневно. Не подвигались, не дополучили, как бы хорошо не питались, биологически активные вещества продуктов. Ограничить высококалорийные продукты, то есть все сладкое и жирное. Есть больше продуктов растительного происхождения. Так как там в основном содержатся антиканцерогенные вещества. Не менее 400 граммов в день. А современные диетологи считают, что это должен быть 1 килограмм в день растительной пищи. Правда там тоже масса канцерогенов, пестицидов, остатков минеральных удаврений и прочее, и прочее. Ну, из двух зол надо выбирать меньше. Ну, конечно, надо стремиться питаться экологически чистыми продуктами, растительными. А где их взять? В наших магазинах продаются муляжи, да. Санитарные правила и нормы открывайте. Вот, может быть, это меня только удивляет. Это же справочник канцерогенных веществ. Нормируются тяжелые металлы, да. И в растительной, и в животной пище. Нормируются остатки пестицидов, остатки минеральных удобрений. Высоко канцерогенные вещества. Нормируются радионуклиды, да. А ведь порога для канцерогенного действия нет. Ну, если это все загрязнено, то хотя бы пусть это было в какой-то мере меньше. Дальше, значит, ограничить потребление красного мяса. И даже ПДК есть, не более 500 грамм в неделю. Особенно процессированное мясо. То есть это ветчины, колбасы, там сосиски, сардельки, консервы все, которые еще дополнительно содержат канцерогенные вещества. Там как нитрит натрия с прекрасной консервантой и прочее, и прочее, и прочее. Я давно хочу им написать, что наша колбаса полезна для здоровья. Там нет красного мяса. Там соя и крахмал. Это продукты, полезные для здоровья, да. Но это имеется в виду западная колбаса, да. А нашу можно есть, да. Там мяса нет, гарантированно. Или очень мало. Значит, дальше. Ограничить потребление алкогольных напитков. Или вот выпивать не больше этого. Ограничить потребление соли. И вот очень важная рекомендация, стремиться удовлетворить все свои пищевые потребности с помощью так называемых цельных продуктов, функциональных продуктов, оздоровительных продуктов. Ну, нет, много времени они об этом говорить. Но сегодня весь мир принимает биодобавки, принимает функциональные продукты. Это вот и есть восьмая рекомендация. Алкоголь. Не менее семи локализаций связаны со злоупотреблением алкоголем. Хотя алкоголь сам по себе. Ведь канцероген должен повреждать генетический аппарат. А алкоголь не мутаген. Почему он тогда канцероген? Ну, причин очень много. Например, прекрасный растворитель прекрасно растворяет канцерогены. Увеличивает биодоступность канцерогенов на тканевом и клеточном уровне. Молочная железа. Регулярное потребление всего 10 грамм чистого алкоголя в день существенно повышает риск рака молочной железы. То есть алкоголь – это серьезный, очень серьезный фактор риска онкологических заболеваний. Ну и, наконец, еще есть одна рекомендация. Я ее быстро пролистаю. Это рекомендуется включать в свое ежедневное меню продукты, которые содержат антиканцерогенные вещества. И даже не так формулируется вопрос. С каждым приемом пищи и между приемами пищи рекомендуется употреблять эти продукты, которые снижают онкологический риск. Если говорить о России, все эти продукты в дефиците, все эти вещества в дефиците. Ну вот я их быстро перечисляю. Из витаминов 12, да, японцы говорят, есть 13 витаминов, никто не соглашается, вот как до войны 12 витаминов было, хотя ряд витаминоподобных веществ, так называемых, я сейчас так называю, гораздо больше физиологического рост, чем некоторые из этих витаминов. Вот из 12 витаминов у 8 выявлена антиканцерогенная действия. Наиболее ярко у 3-х – это витамин С, а УП – это адекватный уровень потребления, сколько в день нам его нужно. Дефицит в России, основные пищевые источники, эпидемиологические данные или клинические интернационные исследования, где риск рака каких-то локализаций снижает. Витамин Е, да, витамин Д, вот сейчас новое чудо появилось, витамин Д, считается, что дефицит витамина Д не менее чем у 2 миллиардов людей на Земле, вот, и сегодня у витамина Д выявлено огромное количество других совершенно физиологических функций, а не то, как мы думали, да, влияние там на баланс кальция, и в том числе его онкопрофилактическое действие сегодня доказано. То есть вот эти три витамина основных, из минералов, да, тоже, ну, скажем так, по-моему, 15 минералов, макро- и микроэлементов, для них показано, что они обладают антиканцерогенным действием. Вот, ну, ряд противоречий и так далее, но наиболее известные – это три, это кальций, это селен, с него началась, кстати, наука об антиканцерогенных веществах, когда в свое время американцы наложили карту заболеваемости онкологической на карту регионов дефицитных поселен, она полностью совпала. На тот момент люди питались местными продуктами, не возили их ни по миру, ни между штатами, ни между регионами, потому что считалось, что это экономически нецелесообразно, экономили деньги, и поэтому местные продукты – дефицит селена, онкологическое заболевание более высокое. И йод, который содержится в основном в морепродуктах, снижает риск рака молочной железы, простаты, щитовидной железы, желудка и еще целого ряда локализации. То есть сегодня по-прежнему, хотя они становятся все менее-менее популярными, но все-таки чаще всего люди употребляют витаминно-минеральные комплексы. Но если говорить о их влиянии на онкологический риск, то посмотрите, из 12 витаминов и из нескольких десятков минералов, собственно, всего 3 витамина и 3 минерала снижают онкологический риск. А гораздо большую роль играют витаминоподобные вещества и другие биологически активные макро- и микронутриенты. Каротиноиды. 600 каротиноидов в пище присутствует. Риск большого числа локализации снижает. Вот сейчас вот очень много пишут и говорят о ликопине, который в основном содержится в томатах. Прежде всего, что он накапливается в простате, снижает риск рака простаты. Это колоссальная проблема. А также, смотрите, и молочные железы, и органы желудочно-кишечного тракта. И вот когда мы говорим о всех этих веществах, все время надо понимать, что в современных продуктах их мало. 5 миллиграмм адекватного уровня потребления ликопина содержится в 2 килограммов помидоров. 2 килограмма помидоров в день надо съедать. При этом вы съедите огромное количество пестицидов и других канцерогенов. Я очень люблю помидоры. Я вырос в помидорном краю Южный Урал. Какие помидоры выращивала моя мама, когда я ехал на велосипеде, на мопеде, на нашу дачу. За 100 метров я этот запах чувствовал. Сегодня я прихожу в магазин, подошел к носу, они вообще не пахнут. То есть это не помидоры, это муляжи. Но что делать? И поэтому отсюда возникла парадигма функциональных продуктов. Биологически активных добавок к пищи. Это надо дополнительно фортифицировать пищу этими веществами. Для ликопина это возможно, его производят сегодня микробиологическим путем. Он входит в 30 самых топовых биологически активных веществ, которые потребляются в мире. Но опять же, к сожалению, не в нашей стране. Вот нет этого в нашей стране. Нет этой культуры питания. Это совершенно четко вам могу сказать. Из-за флавоны все началось с сои. Сегодня соя считается продуктом оздоравливающим. Это снижение риска, прежде всего, гормонозависимых опухолей, молочной железы и простаты у мужчин. Потому что фитоэстрогены, как тамоксифен, блокируют эстрогеновые рецепторы. И это важно и для профилактики рака простаты. И, конечно же, для профилактики рака молочной железы. Именно поэтому заболеваемость рака молочной железы в Японии, в странах Юго-Восточной Азии, еще 30 лет назад была в 80 раз меньше, чем в соответствующих возрастах в США. Вот тогда задумывались и стали говорить, что для этого всегда много причин. Вот, ну, яркая была причина, это ежедневное, более того, с каждым приемом пищи употребление соевых продуктов. Такова культура японского питания. И поэтому сегодня сои, это, ну, наверное, считается главным продуктом для оздоровления. Ну, это и горох, и фасоль, просто их в этом отношении меньше изучали. Индолы и изотиоцианаты, которые тоже и фитоэстрогены, капуста, репа, редис, редька и так далее. Ну, и кроме того, еще целый ряд у них есть механизмов действия. И вот был такой классик химиопрофилактики рака, Ваттенберг, американский. Он одним из первых начал об этом говорить, вместе с нашим профессором Лазаревым, который возглавлял лабораторию, которую я сейчас руковожу. Они первые выдвинули эту идею, что рак можно предупредить с помощью лекарственных препаратов, длительного применения специальных лекарственных препаратов, предупреждающих развитие рака вообще, или рака определенных локализаций. Ваттенберг прожил чуть ли не 90 лет. И знаете, что он сказал на смертном адре? Несколько десятилетий занимаясь профилактикой рака. А все-таки, все-таки химиопрофилактика рака. Самое эффективное лекарство против рака – это капуста. Вот что сказал классик химиопрофилактики. Умирая и завещая, нам каждый день есть вот эти крестоцветные овощи. Катехины чая. Флавоноиды. 6 тысяч флавоноидов в нашей пище присутствуют. Это не только катехины, не только флавоноиды, а это еще и метилоксантины. Сегодня доказано, что и чай, и кофе, и моте, и какао – это вот 4 напитка, которые пьет весь мир – снижают онкологический риск. И в том числе кофе, потому что это богатейший набор флавоноидов и богатейший набор метилоксантинов. Сернистые органические соединения чеснока. Терпеновые соединения – это цитрусовые. Пищевые волокна, интерсорбенты, которые выводят канцерогены из организма нерастворимые. Это отруби злаковые в основном и растворимые. Камеди, альгинаты и другие вещества. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в основном в морепродуктах. Единичные земные продукты, такие как из в нашем питании – льняное масло. Единственное растительное масло, которое содержит много омега-3 жирных кислот – это альфа-линоленовая кислота. Это вот полезный жир, да, омега-3 жирные кислоты. Хлорофилл – защитник нашего генома. Все зеленое, посмотрите, насколько снижается онкологический риск. Фитостилины. И нормальная микрофлора человека. У нас с вами несколько килограммов микроорганизмов, которые в основном живут в толстой кишке. И сегодня все больше и больше эти идеи развиваются. И в отношении рака доказано, что четко снижает риск рака толстой кишки. Это вот кисломолочные продукты. Ну и появляются новые и новые данные о снижении риска рака других локализаций. Но я пишу только то, что доказано. Особенности питания в России. Все, что вредно в избытке, в том числе водка. А, водку я сюда не написал. А кто-то меня попросил ее убрать. Вот я все никак не поставил. А все, что полезно в недостатке. И не надо думать, что это касается только нашей страны. Весь мир сегодня так питается. Весь мир. Потому что здоровое питание, во-первых, в три раза дороже. А все-таки обеспеченных людей в мире не так много. Их всего миллиард из семи миллиардов. А второе, недостаточное понимание, недостаточное знание. Ну и просто, если живет человек в городе, он не может питаться нормально. Ну зайдите в наши магазины. Вот что вы получите. Никуда от этого не деться. В мире осталось всего два типа идеального питания. И в этих странах очень высокая продолжительность жизни. И низкая онкологическая заболеваемость. Вот наиболее яркий пример. Японский тип питания. Вот его характеристика. 120 продуктов в регулярном потреблении. Что такое регулярное потребление? С точки зрения научной диетологии. Это тот продукт, который японец употребляет не реже одного раза в неделю. Сколько таких в нашей стране? 18. А в Японии 120. Вот поэтому, ну такой тип питания, он только в Японии. Основная, значит, животная пища это морепродукты. Морепродукты с каждым приемом пищи. Большое потребление водорослей. Японцы создали макробиотику. Японцы думают о здоровом образе жизни. И сегодня в Японии самая высокая средняя продолжительность жизни в мире. Она уже больше 80 лет. Что для мужчин, что для женщин. Самое большое число долгожителей на душу населения. А долгожитель этот человек по определению ВОЗ, который прожил 90 и более лет. И в том числе это вот такое вот питание. Ну а это то питание, которое мы можем организовать у себя в семье. Это так называемый средиземноморский тип питания. Вот это целый ряд стран. Греция, Кипр, даже Хорватия, даже часть Израиля, часть Франции, часть Италии. Даже Португалия, хотя они не на Средиземном море. Вот, но это Южная Атлантика. То есть вот чем она характеризуется. Примерно от 40 до 50 продуктов в регулярном потреблении. Единственный тип жира это оливковое масло. И больше ничего. Вот я все эти страны объездил. И специально даже искал. В магазинах принципиально, кроме оливкового масла, ничего больше нет. Ни сливочного масла, никакого любого другого растительного масла. Есть маргарины. Сметаны нет. Я говорил со специалистами. Это специально делается. Только оливковое масло. Ничего другое на рынок не производится. Ни в этой стране не поступает. И опять же на третьем этаже. В основном рыба и морепродукты. И большое количество растительной пищи. И вот еще. И кстати, кстати. Вот и о пользе и вреде алкоголя. Ежедневное или довольно частое потребление виноградного вина входит в средиземноморский тип питания. И поэтому получается, что вот это вот питание, оно как бы вредные эффекты алкоголя покрывает. А в Японии. Япония оказывается входит в десятку наиболее пьющих стран. А это же еще азиатская раса. У них другие ферменты. Они гораздо более чувствительны к алкоголю. Но японцы очень много пьют. Японцы довольно много курят. Вот по эпидемиологическим статистическим данным. Но вы посмотрите, сколько они живут. Значит опять же получается этот образ жизни, это питание все перекрывает. Продолжение следует...